Вот такие дела у нас. Новая отбивка получается. Я сам ее впервые услышал. Доброе утро, друзья. 11.03 в Москве. Мы начинаем говорить в рамках программы Рунет сегодня о том, что важного случилось в цифровом пространстве мирового масштаба. Ну и, разумеется, прежде всего о том, что случилось в Рунете. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также нас можно слушать в подкасте, если и когда вы знаете, что это такое. Если не знаете, то рекомендую ознакомиться и подписаться на ленту подкастов либо на сайте финам.фм, либо в iTunes, если и когда вы являетесь пользователем этого сервиса. Меня зовут Максим Спиридонов. Гость этого выпуска один уже подошел, второй на подходе. Так вот, тот, кто подошел, это Дмитрий Сергеев, управляющий директор проектов «Чемпионат.ком» и «Газета.ру». Приветствую. Микрофон, кажется, не работает. А вот, заработал все. Приветствую, приветствую еще раз. Да, значит, Дмитрий. Мы дожидаемся следующего гостя. Надеюсь, что он вот-вот подтянется. У нас сегодня мог быть прецедент, когда я начал бы программу один, потому что в силу ситуации дорожной оба гостя припозднялись. Ну вот, Дмитрий в финальном рывке опередил второго гостя и все-таки оказался в студии своевременно. Значит, сначала тебе расскажу тогда о том, что у нас будет предметом обсуждения в основной части программы, то есть, что мы взяли для подробного разбора, а затем перейдем к традиционному экспресс-обсуждению, которое у нас происходит в первой части программы. Итак, главные новости, которые окажутся в фокусе нашего внимания в этой программе сегодня. Они таковы. Это претензии про обладателей к социальной сети ВКонтакте. Нет ли у тебя дежавю? Не первые. Абсолютно. Не первые претензии. В этот раз речь идет о мобильных приложениях. Мы разберем подробно. И не последние, я думаю. И не последние, несомненно. Значит, будут биться, разумеется, они до последнего, потому что для них эта тема важная. Об этом поговорим. Значит, покупка сервиса контекстной рекламы компаний Rambler Afisha, одного из крупнейших сервисов контекстной рекламы в свое время. Сейчас он сильно потерял, однако все еще занимает серьезные позиции. Что это за сервис? Для тех, кто не знает, пусть останется интригой. Мы поговорим об этом. И вообще о контекстной рекламе как таковой в Рунете, ее роли и так далее. Разумеется, мы поговорим. Значит, далее мы обсудим в основной части программы подробно новое заявление Минклубсвязи относительно черного списка сайтов, которое прозвучало на конференции RIF 2012. Ну, и итоги этой конференции, которая прошла на прошлой неделе. Конференция расчифровывается как Russian Internet Week, название конференции. Мы об этом поговорим также. Но для начала традиционно будет экспресс-обсуждение. Рунет сегодня. Итак, прошли, или как, готовятся и проходят выборы в Координационный совет оппозиции. Ты, я знаю, что не очень в курсе этих обстоятельств. Да нет, я в курсе. Я видел часть выборов на Серебряном дожде, Деменку, Дрявцев, Велух. Ага. Частично я с этим ознакомился, просто я стараюсь не лезть в политические наши интриги. Я, в общем, тоже, но суть там в следующем, то, что, поскольку это касается нашей отрасли, да, то есть, собственно, интернета, впервые прецедент, когда выборы так масштабно проводятся с помощью современных технологий, значит, и также интересно то, что был проведен ДДОС, который, очевидно, имеет определенных заказчиков. Ну, согласен, естественно, любого ДДОСа есть в своей заказчике, никогда не бывает, что ДДОС проводится только из-за того, что кому-то захотелось, кому-то из хакеров. Все это оплачивается, все это покупается. Несомненно. А, ну, как бы заказчиков обсуждать не будем, понятно, что, очевидно, это силы, которые противостоят оппозиционным. Неведомые силы. Неведомые силы, да. И говорят, рассказывают, что это может быть сила, имеющая отношение к прокремлевским партиям, но мы не можем этого знать, разумеется. Поскольку тебе силы не поставили автографа. Поэтому будем идти дальше. Значит, следующая новость. В экспресс-обсуждении IQ1, компания, которая до того купила заметную долю в электронном магазине UTNET и вывела его на IPO. Не на NASDAQ, конечно, как Яндекс, но так на российской бирже. Так и вывела. И там, в общем, у них вроде как более-менее все ничего. Купила долю еще в одном магазине. Это SotMarket. Это активно развивающийся магазин основателя Всеволода Страха. У нас есть комментарии основателя на этот счет. Денежные средства мы направим на повышение оборотного капитала и на расширение товарной матрицы. Это где-то 40% всех инвестиций. Также мы планируем в следующем году строить три логистических центра по России, чтобы ускорить логистику в наши 130 городов на текущий момент. И третий пункт – это инвестиции в IT-инфраструктуру нашу. Мы хотим создать лучшую платформу выбора с умным поиском, с фильтрами, как на Яндекс.Маркете, с лучшим юзабилити в интернете. По данным, которые у нас есть, сумма составила 50 миллионов долларов. Сумма инвестиций, сумма покупки, доли IQ1. Кстати говоря, надо сказать, что четко наметился у них тренд, направление по покупкам. Прежде они несколько метались, как мне кажется, пытаясь приобрести социальные сервисы. Что-то еще просто знаком с первыми годами жизни этой компании. Сейчас пошли в электронную коммерцию. Направление как тебе? Верное? Направление верное. Электронная коммерция растет большими шагами. У нас это видно по очень многим магазинам. Очень большая конкуренция создается оффлайновым магазинам. То, что сказал основатель соцмаркета относительно денег, вкладываемых в 40% в фактически в оборот, это действительно одна из проблем многих российских интернет-магазинов. То, что большое количество денег необходимо вложить для того, чтобы закупить все это оборудование, чтобы это все пришло к тебе. Потому что в отличие от крупных оффлайновых сетей, интернет-магазины хуже кредитуются банками, им хуже выдают средства под оборотный капитал. И поэтому все эти инвестиции, если они будут отправлены в закупку техники, которая дальше будет продаваться, то это, естественно, правильный шаг. Инфраструктура, да, безусловно, логистические центры – это огромная проблема для многих российских интернет-магазинов. Сталкиваемся с ней сами, поскольку есть у нас несколько интернет-магазинов, с кем я сотрудничаю, с кем работаем по партнерским отношениям. Действительно, большая проблема – это логистика. Логистика – это доставка товара в другие регионы. Наложный платеж, к сожалению, работает ужасно. Почта России по 3-4, а то и 5 месяцев задерживает выплаты, теряется до 10% всего отправляемого товара, просто теряется, исчезает. Если маржа у интернет-магазина небольшая, то для них эти 10% становятся критичными. Поэтому развитие логистических центров и строительство этих логистических центров – очень правильный шаг. Будем двигаться дальше. Значит, еще одна новость котировки акций «Индрот-гиганты» Google обвалились в четверг более чем 10%. Да, но это просто плохая отчетность, это утечка информации о том, что у них была плохая отчетность. На самом деле, нас касается просто потому, что это Google, а по хорошему счету, это для многих компаний, у которых просто отчетность не совпадает с… То есть это биржевые игры, это не значит, что Google начал свое падение? Нет, это исключительно связано с тем, что аналитики рассчитывали на доходность X, а на X-10. И в результате этого все давай играть. И частные инвесторы расстроились и сбросили часть акций? Да, потом оно постепенно, они 10% назад… Окей, движемся дальше. Касперский зарабатывает собственную операционную систему. Причем, речь о том, что это будет не потребительская операционная система, а система для предприятий, полностью защищенная и вообще волшебная. Код пишется с ноля, кстати говоря. Ну, наверное, в какие-то государственные предприятия-то она и будет внедряться. Кстати говоря, я думаю, что и в коммерческие может внедряться. В коммерческие я сомневаюсь, что они могут внедряться, честно говоря. Я больше думаю на том, что вот эти вот истории по поводу государственной операционной системы, по поводу того, что государство наше хочет создать… Думаешь, госзаказ это? Да, я близок думать к этому, потому что кто, если не они? Ну, государство уже имеет все-таки… Мы знаем кто, то есть госзаказ частенько приходит на какие-то удивительные совершенно структуры, возникающие из ниоткуда. Это вот в том-то и вопрос, да, если госзаказ приходит просто на удивительные структуры для того, чтобы кто-то на этом нажился, это одна история. А если действительно поставлена задача разработать операционную систему, ну, к кому еще обращаться? Касперскому достаточно интересный маркетинговый ход, если бы я не был бы поручен, как, не знаю, к чиновнику поставить задачу разработки операционной системы, ну, точно бы я не отдал это в Сколково, наверное, обратился бы к тем людям, которые в этом профессионалы. Профессионалов на этом рынке не так много, а Касперский имеет репутацию компанию, защищающую людей, и поэтому, если операционная система выпущенная от Касперского, она будет «защищать» в кавычках. Ну, если у тебя, как у чиновника, стоит задача реально эту систему построить, а не распилить. Ну, да, если бы у меня стояла задача ее построить, я бы отдал бы это, может быть, Касперскому. Ну, возможно, есть еще несколько других компаний, но это хороший ход. Окей, Евросоюз потребовал от Google изменить политику приватности. Снова Google у нас фигурирует. Там речь идет о том, что последнее нововведение Google, мол, слишком уж они дали много вольности, собственно, корпорации, и теперь она знает о пользователях вообще. Все это страшно. По-моему, там немножко... А, это следующий у нас Google с французскими сайтами. По поводу того, что... По поводу политики приватности, знает, не знает, но все идет к тому, что информации, данные о пользователях, они где-то как-то объединяются и выращиваются. Какой-то огромный массив данных, естественно, кому как ни Google, с его, со всеми сервисами, знать о пользователях. Одним словом, это все такая вот борьба с ветряными мельницами, получается. Ну, это просто смахивает на зависти. А у вас есть, а у нас нет. А поделитесь, а если не поделитесь, то мы вам отключим газ. Окей, ну и еще одна, пожалуй, новость, мы будем обсудить. Евросоюз потребовал... Не-не, пардон, Твиттер заблокировал псевдоаккаунт без Бербанка. Первый прецедент, когда псевдоаккаунт, пародийный аккаунт, был заблокирован. Ну, Твиттер сейчас стал гораздо более лояльный к российской аудитории, к российским Твиттерам, потому что нам тут недавно чемпионат удалось отбить. У Твиттера название чемпионат, который принадлежал, был зарегистрирован там два года назад какому-то человеку, непонятному, сделавшему два паза. А какие аргументы вы приводили? Вот 20 секунд у нас осталось. Ну, у нас есть документы о защите бренда. Это торговая марка. Мы все показывали, все предъявили, объяснили. Три-четыре месяца это разбирательство шло, шло, и потом в итоге нам отдали... Они шли навстречу, да? Да, пошли навстречу, поэтому я думаю, что Твиттер просто идет, начинает идти навстречу российским пользователям и компаниям, которые ведут активно пропаганду Твиттера. Мы будем уходить в новостной блок. У нас теперь, как бы, очень четко по времени это стоит. Это, кстати говоря, первая программа, которая проходит именно в таком режиме. Через минуту продолжим обсуждение главных онлайн-событий ушедшей недели разговором вокруг социальной сети ВКонтакте. 11.17. Мы продолжаем программу «Ранать сегодня», рассказывая о главных новостях ушедшей недели в области цифрового пространства, интернет-бизнеса, социальных сетей, всего виртуального, что, как я часто говорю, становится нашей реальностью. Напомню, что меня зовут Максим Спридонов, гость этой, пока что один гость этой студии, комментирующий вместе со мной события недели, это Дмитрий Сергеев, управляющий ректор проектов «Чемпионат Ком» и газета «Ру». Когда приезжим из стран Западной Европы, Америки, рассказывают, что у нас внутри крупнейшей социальной сети в 2-3 клика можно получить фактически любую песню или фильм бесплатно, они часто не верят. Ну, потом убеждаются, что это и правда так. Не нужно далеко ходить. На прошлой программе у нас в студии был CEO российского группона, который родился в России, но рос в Германии, воспитывался в Америке, и он рассказывал о собственных впечатлениях о том, что, приехав, он был поражен такой доступностью музыкального видеоконтента. В других странах за песни и фильмы нужно платить эту информацию, если, возможно, станет сюрпризом для наших слушателей, но это факт, и не через какую социальную сеть, скажем, в Германии или в США вы не добудете последние серии сериалов или новые хиты в MP3. Значит, ВКонтакте же получается у нас такая виртуальная территория победившего коммунизма в отдельно взятой стране. Все и всем бесплатно. Или нет? Как ты считаешь? Ну, полная халява. Это хорошо или плохо? Такой дурацкий вопрос. Потому что для пользователей это, в принципе, хорошо. У нас слушают сейчас люди, они, в общем, ну, часть из них тоже пользуются этой возможностью. Эта возможность не отдавать деньги для них, безусловно, потребительски удобно. Не, ну, меня, конечно, проклянут многие пользователи, но... Значит, с тобой обоих проклянут, по-моему. Да, но на самом деле это ужасно, это кошмарно, это неправильно. Можно сколько угодно радоваться тому, что есть в свободном доступе у нас видео и музыка, которая доступна во ВКонтакте, но это неправильно. Так не может быть. Я просто сравню это с тем, что у нас происходит, например, в нашей песочности спортивной. Есть проекты, которые покупают права на трансляции, есть проекты, которые покупают права на хайлайты, на короткие видео. Есть проекты, которые намеренно этого не делают и делают все возможное, чтобы объяснить это как-то со своей стороны пользовательскими действиями и так далее. О том, что, ну, просто это пиратство, чистая вата. И вот мы оказываемся абсолютно в неравных конкурентных положениях. С одной стороны, у нас мы тратим деньги, пытаемся выстроить бизнес правильный, а с другой стороны, у нас есть проекты, которые это не делают. ВКонтакт такой же для меня, такой же конкурент в этой области, потому что огромное количество видео, спортивного видео, на которое ни у кого нет прав, которое размещается в огромном количестве в этой социальной сети. А спорить, соревноваться с ВКонтактом бесполезно. Это вся страна наша там. Споминается мультфильм, он и тебя посчитал. То есть, я не думаю, что спортивным сайтом ВКонтакте досаждает. Он не досаждает, но он отнимает часть аудитории. Это серьезно, потому что, ну, зачем человеку идти на какой-то спортивный сайт для того, чтобы посмотреть там видео. Проще набрать видео ВКонтакте и найти это все то же самое видео там у них. А там легко это ищется? Ну, конечно, там ищется так же легко, как и фильмы, так же, как и музыка. А вы каким-то образом с этим боретесь? Вот вы, если есть проблема с тем, что вас перехватывают трансляции, ну, не трансляции, а записи трансляции. Официальная позиция ВКонтакта, пишите письма, мы запретим, заблокируем и так далее и тому подобное, с одной стороны. А с другой стороны, период жизни спортивного видео, он очень короткий. После окончания футбольного матча проходит часов в 10, когда оно интересно больше, оно становится практически неинтересно. Только 2-3% всей аудитории. А так, чтобы ВКонтакт или любой другой, любая другая видеоплатформа заблокировала подобное видео, ну, часов в 12, может быть день, может быть двое суток. То есть они при этом блокируют? Ну, могут заблокировать, но это вот борьба с ветеринными мельницами, это бежать, пытаться опередить невозможно. Я понял. Хорошо, давай послушаем, что за претензии снова появились ВКонтакте у правообладателей. Компания VMI направила в корпорации Google, Apple и Microsoft письма с требованием удалить все приложения социальной сети ВКонтакте с ресурсов этих IT-гигантов. В письмах утверждается, что с помощью социальной сети распространяются медиафайлы, которые размещены в ней без разрешения правообладателей, что тем самым нарушает действующее законодательство. О реакции со стороны технологических корпораций пока ничего не сообщается. Правда, по информации газеты «Известия» письма были направлены в российские представительства этих компаний, которые, естественно, не вправе принимать подобного рода решения. Однако есть предположение, что они перешлют это дальше. Насколько обоснованы претензии такого рода? Претензии обоснованы, только почему-то, мне кажется, вся эта история, мне лично кажется, когда я читал все эти новости, всю эту информацию и прямую речь представителей компании VMI, ну, кажется, мне это больше сделано для пиара, чем для какого-то реального разбирательства и продолжения, ну, действительно, задачи убрать ВКонтакте с Google, Apple и с платформы Google, Apple и Microsoft. А так на скидку посильная задача, полагаешь? В принципе, Apple довольно строго относится к приложениям и порой вышвыривает довольно популярное. Есть ли и когда находит на то основание? В принципе, да. В принципе, да. С одной стороны, это правильное решение, потому что добиться от наших судов, чтобы заблокировали ВКонтакте, невозможно. Почему? Вот это вопрос, который я обращу к тебе, и ты ответишь, я потом еще прошу нашего комментатора, мы сейчас связались с одним компетентным господином. Почему? А, ты... Да, сначала тебе. Почему российские суды не могут бороться с ВКонтакте, при том, что очень легко и спокойно, как известно, суды проворачивают там политически, экономически очень серьезные решения, если и когда на то есть чья-либо воля? Проблема воля. Вот проблема воли, мне кажется, кто-то не заинтересован в том, чтобы ВКонтакт свалился, кто-то не заинтересован в том, чтобы росли социальные сети, организованные на Западе. Ведь если ВКонтакт закроют, если ВКонтакт потеряет ту популярность, которая у него есть сейчас, пользователи перейдут, а куда им переходить? ЖЖ, Твиттер, Фейсбук, все это... Ну, ЖЖ хорошо, это не социальная сеть, а социальная медиа, но неважно. Суть в том, что пользователи пойдут туда, куда же им еще идти, не в одноклассники же возвращаться. Все это давным-давно пережили, этот бум одноклассников. Ну, то есть, логика исполнительной власти, которая, по всей видимости, крышует, по сути дела, ВКонтакте, в том, что, пускай не очень белый и пушистый, но наш. Я не исключаю даже того о том, что кто-то может идти на сделку с кем-то. У нас тут скоро придет человек, кто придумал закон о клевете, я не буду говорить напрямую. Мы надеемся, что он придет. Да, тут же нет такого, что... Хорошо, извини, пожалуйста. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я предлагаю послушать комментарий Павла Каткова. Это представитель Совета Российской Государственной Академии Интеллектуальной Собственности. Павел, вы с нами? Да, добрый день. Добрый день. Как вы могли прокомментировать вот это вот заявление, эту инициативу ВМА? Какое может быть продолжение? И насколько эти претензии, с вашей точки зрения, обоснованы? С моей точки зрения, претензии ВМА и ВКонтакте могут быть вполне обоснованы. Не секрет, что социальную сеть не раз обвиняли в пиратстве. Также не секрет, что эти обвинения не раз, их справедливость подтверждалась судами. И последнее, громкое дело, это кассационное, то есть третье, по факту последнее, если не считать высшего арбитражного суда, инстанция, которая вынесла решение в пользу правообладателя под угол и рекордом в ВКонтакте. Это было в августе этого года. Сейчас он должен вступить в законную силу. То есть, в принципе, правовых сомнений по поводу справедливости требований ВМА в ВКонтакте у меня нет. Я думаю, их быть не может. А перспективы? Что касается... Но ВМА обращается не ВКонтакте, ВМА обращается к такому специфическому виду интернет-посредника, платформам, которые распространяют мобильные приложения. Здесь, возможно, два варианта развития событий. Первый, что Google, Apple и Microsoft удовлетворят требуемые. Второй, что потребует от нее судебное решение. К сожалению, бизнес редко сам себя ограничивает. Поэтому я боюсь, что есть вероятность, что просто будет ответ принесить нам судебное решение, и тогда мы ограничим дистрибуцию. Потому что очевидно, что и с договорными отношениями ВКонтакте и этими тремя компаниями им будет сложно, не опираясь на решение суда, разрывать. Спасибо большое. Это был комментарий Павла Коткова, представителя Совета Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Я добавлю еще один комментарий, прямую речь от Американской ассоциации кинокомпаний, которая буквально следующее в свое время произнесла, заявила, и на это ссылались как раз представители ВМА. ВКонтакте или VK.com является ведущей социальной сети в России и на территориях, на которых говорят на русском языке. ВКонтакте стал очагом интернет-пиратства для кино, теле и музыкальных файлов. Сайт доступен по всему миру на нескольких языках, включая английский, является одним из самых посещаемых сайтов в мире. Согласно мировому рейтингу, Олекс, он занимает 35 место в мире и второе место в России. Вот такие вот дела. То есть, в общем, самое что интересное, об этом говорится много. На ВКонтакте идут войной то противники детской порнографии, то правобладатели, то еще кто-то. А он стоит как риф среди бушующего моря, и ничего ему не делается. На самом деле, если мы вернемся немножечко назад, к этому письму с требованием удалить приложение, на самом деле, из моего опыта, например, мы не могли разместить в Apple приложение, в котором указывались эмблемы или логотипы, как угодно, Лиги Чемпионов и Лиги Европы. То есть, поскольку это официальные торговые марки UEFA. Из-за этого Apple блокировал нам приложение, объясняя это тем, что у вас нет прав на то, чтобы вы могли использовать данные эмблемы и логотипы в своем приложении. По хорошему счету, если компания VMA, а она представляет интересы нескольких правообладателей, объяснит Apple или Google о том, что в ВКонтакте музыка, наличество, наличествует музыка наших правообладателей, и они против того, чтобы эта музыка там присутствовала, или у компании ВКонтакте нет прав на размещение данной музыки, Apple может пойти на то, чтобы заблокировать или приостановить дистрибьюцию приложения. То есть, перспектива есть даже без судебного решения? Есть, потому что здесь не обязательно судебное решение, это немножко другой бизнес, там достаточно просто ситуации с правами. Совсем коротко, Владислав Цыплухин, это председатель ВКонтакте, прокомментировал эти обстоятельства. Это абсурдное решение страны правообладателя. Для удаления материалов достаточно отправить заявку через специальный раздел ВКонтакте. То, о чем я и говорю. Да, то есть, достаточно-достаточно, но далеко не всегда это можно сделать своевременно, а значит, в итоге все равно пополучить упущенную прибыль. Совсем коротко скажу о том, что после выпуска новостей мы обсудим значимую сделку, влияющую на весь рынок контекстной рекламы Рунета, как и, впрочем, в целом рынок контекстной рекламы и его жизнь. Между тем, продолжаем. Это Рунет сегодня, 22 октября 2012 года. Мы звучим на финам.фм и на 99.6, как уже было сказано, в столице. У нас в гостях в этой студии Дмитрий Сергеев, управляющий директор проектов чемпионат.ком и газета.ру. И, видимо, уже не доедет до нас, сейчас раскрою некоторую небольшую интригу, Роберт Шлегель, депутат Госдумы. К сожалению, навигатор завел его не туда и в нашей студии не окажется. Мы постараемся подключить его по телефону к последней новости, так, чтобы все-таки услышать его голос и комментарии, его мнения по поводу той важной темы, которую обсудим в следующем блоке. А именно комментарии по поводу черного списка сайтов. Вот, все время у меня проблемы с тем, чтобы правильно сформулировать это определение. Значит, как известно, львиная доля оборотов рекламы в интернет — это контекстная реклама. Сейчас уже говорим о том, что у нас, собственно, является на повеске дня сейчас. Порядка 60-70% на разных рынках она составляет, контекстная реклама. Прежде чем обсуждать новость, касающуюся этой сферы, я задам рамочный вопрос. Как ты считаешь, Дмитрий, как долго еще в Рунете и вообще, может, в глобальном интернете основным инструментом бизнеса будет контекстная реклама? Всегда. Всегда. На мой взгляд, это... Это смелое утверждение. Да, на полном серьезе. На мой взгляд, данный вид рекламы и теоретические преобразования, которые могут коснуться, ну, я имею в виду немножечко изменения самого типа рекламы или донесения рекламы до пользователя, но сам принцип контекстной рекламы, он будет самым популярным видом рекламы вообще, в принципе, в интернете. Ну, ты имеешь в виду сам прием, то есть попадание... Сам формат контекста, да, откуда она берется, да, это контекст. От контекста человек ищет мебель, ему предлагается реклама мебельных компаний, человек ищет ноутбук, ему предлагают купить ноутбук там, где это нужно. Это то, что у нас началось в поисковых системах, это базовый принцип контекстной рекламы, дальше это может быть геоконтекстная реклама, связанная с приложениями, с твоим местонахождением и предложением сходить в ресторан ближайший. Это может быть контекстная реклама с поведенческими факторами, в зависимости от того, что ты искал, и то, что сейчас уже есть, когда на сайтах, ну, грубо говоря, у нас на чемпионате стоит блок Яндекс.Директ, если ты там искал телефон, тебе будет показываться реклама телефона с надеждой, что ты его не нашел и будешь еще его продолжать искать. Ну и дальше преобразование, которое возможно на эту тему, я думаю, что это реально самый-самый крупный, самый большой будет рынок или часть рынка интернет-реклама. Ну, я бы так сказал, что вот в том ключе, что это как ты это говоришь, сами технологии, настройки рекламы на задачи и поведенческий паттерн пользователя, они будут развиваться и, в общем, станут доминирующими, и останутся доминирующими всегда, и будут только эволюционировать, безусловно. Окей. Послушаем про продажу одного из заметных игроков в сфере контекстной рекламы. Объединенная компания «Рамблер Афиша» стала единоличным владельцем системы контекстной рекламы «Бегун». Она приобрела долю в 49,9% сервиса у холдинга «Финам» и инвестфонда «Скаджит», доведя таким образом свой пакет акций «Бегуна» до 100%. Сумма сделки не разглашается. Добавлю, что сервис контекстной рекламы «Бегун» был создан в 2002 году Андреем Андреевым, создатель сервисов знакомств «Мамба» и «Баду» сегодня он очень эффективно и активно продвигает на международном рынке. Затем долгие годы им руководил, я имею в виду «Бегун», известный интернет-менеджер Алексей Басов, ныне вице-президент Mail.ru Group. Среди медиапартнеров проекта более 150 тысяч сайтов, сервис позволяет транслировать рекламу в системы Google AdWords, Каванга и Mobile Direct. Окажет ли это сделка? Вот такая, какая есть сегодня «Бегун», серьезное влияние на расклад сил среди поставщиков контекстной рекламы в Рунете? Не окажет. Потому что «Бегун» — это умирающая компания. Компания, которая как система контекстной рекламы начала умирать еще несколько лет назад. Ее доля все меньше и меньше и сводилась уже к единию, скажем так, 5-3-4-5 процентов доли в общем доля контекстной рекламы. Порядка 5 сейчас считается. «Бегун» превратился из системы в агентство. Я помню, еще была очень нехорошая ситуация, когда те клиенты, которые размещались у «Бегуна» напрямую, они раньше работали с рекламными агентствами, а «Бегун» сделал из себя какой-то аналог рекламного агентства по контекстной рекламе. Потому что реально отдачи от контекстной рекламы в «Бегуне» нет никакой. Глубина просмотров минимальная, сайты огромное количество, в большом количестве помойки. И эффективный эффект, нужного эффекта от размещения рекламы в «Бегуне» нет. Ну, ты прямо припечатал. Ну, я имею непосредственное отношение к одному рекламному агентству, которое занимается непосредственно контекстной рекламой. Ну, это просто видно по клиентам, это видно по эффективности проводимых рекламных кампаний, это видно по популярности сервиса среди рекламодателей. При этом популярность, она стала падать последние 4-5 лет. А до этого «Бегун» был, в общем, одним из равных с «Яндекс.Директом» и «Гугл.Эдвордс». Ну, там, с оговоркой может быть. Ну, я могу так сказать, 5 лет назад. 5 лет назад, когда я вместе со своей сестрой организовали рекламное агентство, которое занимается контекстной рекламой, выйдя из состава другого агентства «Бегун» составлял порядка 25% всего бюджета среднего рекламодателя на контекстную рекламу. То есть, где-то там 40-50% занимал «Директ», 30% занимал «Эдвордс» и 20% плюс-минус занимал «Бегун». И рекламодатели сами настаивали о том, чтобы он присутствовал в их медиапланах. После этого все хуже и хуже цифры, все хуже и хуже показатели, просмотры, глубина просмотров, возврат пользователей, покупка условная. Ну, я предлагаю все-таки не хранить… Нет, я не храню, я просто оцениваю то, что сейчас с «Бегуном» происходит. И потом, реально, «Бегун» стал уже агентством. Они начали напрямую работать с клиентами, начали, откуда вот эти пошли размещения в «Эдвордс», откуда эти размещения пошли в «Каванге», откуда немыслимые предложения о том, что давай мы вас будем размещать в «Эдвордс» со скидкой, когда «Гугл» никому никаких скидок комиссионных не дает. Это, естественно, это просто манипуляция. Слушай, я понял, на самом деле «Бегун» – это яркий пример того практически подтвержденного факта, что во всем виноват Путин. Потому что в 2008 году, как мы знаем, «Гугл» через компанию «Кокуна Холдингс», если правильно я помню, «Лимитед», вот у меня есть такое в заметках в программе, пытался купить «Бегун», помнишь, да, за 140 миллионов долларов. Да. Он хотел сделать «Бегун» частью «Гугл Эдвордс». Тогда «Бегун» был сильный, красивый, белый. Именно, именно. Это было бы идеальным решением. И тогда Федеральная антимонопольная служба России заблокировала сделку по данным СМИ именно по личному указанию Владимира Путина. Якобы его не устроило то, что такой актив уходит на Запад. И актив сдулся. Актив сдулся, а «Эдвордс» вырос. И сейчас «Эдвордс» 50% конечно не составляет, но свою треть держит спокойно на рынке отекста рекламы. Ну, окей, так, давай таким образом. Значит, у нас есть запись комментария страны «Рамблера», и все-таки не будем, как я говорил, хоронить. Не надо в негатив входит. Да, попробуем в позиции сейчас это дело вывести. Сейчас послушаем Антона Терехова, это гендиректор «Бегуна» и «Прайсру», директор по электронной коммерции компании «Рамблер Афиша». Как бы актив, который генерирует до сих пор достаточно существенную выручку, у которого большое количество рекламодателей, большое количество партнеров, то есть это, ну, как бы, вполне нормальный бизнес. При этом у двух акционеров были разные, ну, разные видения, стратегии развития этой компании. И это вызывало там ряд противоречий для того, чтобы их разрешить. Ну, вот мы решили выкупить то ли «Финама», а «Финам» пошел на то, чтобы это то ли продать. Ну, соответственно, это нам позволит, ну, как минимум, упростить управление компанией. Я хочу, как бы, создать компанию, интернет-компанию, в которой будет интересно работать людям. Мы, ну, будем стараться развивать какие-то интересные продукты. Будем стремиться стать, ну, очень продвинутым технологическим агентством по поисковой рекламе. Два. У нас большая партнерская сеть. Там сейчас на рынке происходят большие тектонические сдвиги, связанные с развитием РТП и всей вот этой экосистемы, вот ССП, ДСП и взаимодействие между ними. И вот нам надо какое-то место там занять устойчивое. Это такая, даже большая такая история. И три. Это объединение с собственными площадками, с прайс-ру и технологиями ЧИБа. Ну, то есть, иными словами, сказано следующее. Будет производиться полный рефакторинг компании, или как довершаться полный рефакторинг, и это сделать возможно только тогда, когда компания находится в едином управлении, что и случилось. В общем, слава богу, что не договорились, потому что это для бегуна возможность, ну, реально получить некую вторую жизнь. Антон сказал одну вещь. Одно вещь, одно слово во всей его фразе, оно зацепило. Бегун — это агентство. Да. Бегун перестал быть системой контекстной рекламы, независимой от агентства, от рекламодателей. Бегун стал сам агентством. Поэтому рассматривать бегун как систему контекстной рекламы уже невозможно. Да, это агентство, агентство, позволяющее рекламодателям размещать свою рекламу на разных площадках, но и обеспечивающие этих рекламодателей определенным сервисом. Ты хочешь сказать, что они вообще закроют все свои технологии? У них же очень много наработок. Эти технологии будут отправлены на то, чтобы предлагать что-то своим рекламодателям. И каким-то образом они хотят это объединить вместе с электронной коммерцией. Мы все ждем нового Рамблера, который в один прекрасный момент должен появиться. Слухи об этом ходят, ходят, ходят и ходят. Они вот сейчас вот-вот скоро уже должны запуститься. Новый прекрасный Рамблер. Новый прекрасный Рамблер, да. Реинкарнация, феникс из пепла и так далее и тому подобное. Но посмотрим, что они, как они бегун к этому привяжут. Я думаю, что они как-то очень сильно хотят его привязать с электронной коммерцией и прайс.ру. И скорее всего, может быть, вся вот эта системность их контекстной рекламы, она будет просто направлена на правильное обслуживание прайс.ру с точки зрения размещения рекламы в прайс.ру как контекстной рекламы. Ну, возможно. В любом случае, подобного рода сделка, возвращаясь к первоисточнику, к тому, что мы обсуждаем как новость, сделка позитивная для компаний. Всегда, ну, хочется верить, что компании, которые прежде имели большую долю рынка, больше перспективы и начали падать, сумеют как-то обернуться и, ну, не реабилитироваться, но что-то как-то вот вернуть, хотя бы очистить свои позиции. Вот. В этом смысле, дай бог, у бегуна появится надежда на вторую молодость. По оценке компании Elama, общий объем рынка контекста рекламы за 11-й год составил почти миллиард долларов. Да, вот к тому, что есть чего делить. И из них 67% рынка достались Яндекс.Директу, 26% Google AdWords и примерно 5% бегуну. То есть, в общем, в цифрах это вполне себе тоже нормальные деньги. При простом почете показывают, что 50 миллионов долларов у них оборота есть. Правда, в седьмом году действительно бегуну принадлежало порядка 20% рынка. И тогда рынок оценивался 120 миллионов долларов. Получается, что в абсолютных цифрах это у них даже... Практически он не вырос. Нет, у них подросло, получается. То есть, 120 миллионов, деленное на 5, это получается что-то 20 с чем-то, да? 120, 20 процентов, 25 миллионов у них было до того, и сейчас стало 50 миллионов. Учитывая то, что рынок вышел, вырос в 10 раз, они выросли только в 2. Ну, выросли же все-таки. Ну, еще один там комментарий для того, чтобы дополнить новостную картину. Издание CNews цитирует генерального директора Рамблер-Афиши Николая Малибога. Электронная коммерция в России переживает период быстрого развития в самых разных сегментах. Динамику и возможности этого направления мы видим на примере своих проектов, таких как Рамблер-Касса. Вслед за ростом индустрии растут и рекламные бюджеты в e-commerce компаниях. И хотя на рынке рекламных продуктов для e-commerce уже есть крупные игроки, говорить о том, что этот пирог окончательно поделен, в наш взгляд, преждевременно. Мы хотим консолидировать e-commerce активы нашего холдинга и создать привлекательные продукты в области электронной коммерции. Надо сказать, что вообще менеджмент Рамблер действительно старается, по-моему, из всего того, что есть там, наворочено предыдущим менеджментом, сейчас собрать какие-то осмысленные, четкие, работающие бизнес-юниты. Все верно. И очередной раз я слышу слова про электронную коммерцию, e-commerce, а для Рамблера электронной коммерции e-commerce это в первую очередь прайс-ру. Совсем коротко. В Твиттере Максим Спиронов просили мы следующее. Каким вы видите будущее контекстной рекламы Бегун? И один из ответов такой. Давай, до свидания, Бегун. Но все-таки я бы не был скептиком. На этом все. Мы продолжим обсуждение после небольшой паузы и поговорим о Russian Internet Week, ну и заявлении Минкомсвязи на этой конференции. Продолжаем, друзья. Значит, 22 октября, это если вы вдруг не смотрели на календарь, и Рунет сегодня рассказ о том, что важного произошло в интернете глобальном и Рунете в частности. Напомню, что звучим на finam.fm, если и когда вы слушаете нас в онлайне, либо на 96.fm в Москве, для тех, кто находится в пределах столицы. Меня зовут Максим Спридонов, а гость этого выпуска Дмитрий Сергеев, управляющий директор проектов чемпионат Ком и газета РУ. Также к нам присоединяется, правда, по телефону Роберт Шлегель, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. Роберт, вы с нами? Да, доброе утро. Извините, вот пробки, и к вам не добрался. Да, мы ждали вас воочию. Я знаю, я прошу прощения. Ну, ничего, давайте попробуем поучаствовать, или попробуйте поучаствовать в нашем обсуждении удаленно, тем более, что говорить мы будем о том, что непосредственно имеет отношение к исполнительной власти, хотя вы таковой не являетесь, но думаю, что какие-то комментарии дать сумеете. У меня такой вопрос, кстати говоря, к вам обоим, сейчас и к Дмитрию, и к Роберту. Вы были на РИФ на прошлой неделе? Роберт, вы были? Да, я был на РИФ на прошлой неделе. Как впечатление от Russian Internet Week? Ну, в целом положительное, но надо сказать, что для меня это, в общем-то, событие, которое я наблюдаю уже, там, мягко говоря, не в первый раз, и, в общем-то, мне кажется, стало немножко поменьше экспозиция, но в целом, как-то ежегодно повторяется тот же формат форума. Ну, надо сказать, что по поводу экспозиции, со слов организаторов, она увеличилась в два раза в сравнении с прошлым годом. Ну, вот, значит, у меня какое-то неверное ощущение сложилось. Я беседовал, собственно говоря, с организаторами и тоже об этом говорил. Может быть, эта площадка, которая в центре, она как-то вот заставила усомниться в том, что экспозиция стала больше. — Скажу для наших слушателей, что РИФ 2012 прошел с 17 по 19 октября в экспо-центре на Красной Пресне. На церемонию открытия выступал министр связи Николай Никифоров, и само мероприятие проходило уже в пятый раз. Дмитрий, твое впечатление? — Никаких впечатлений. Я не поехал на РИФ и, в принципе, не жалею о том, что я туда не поехал. — Это, знаешь, напоминает песню «А я не пошел, я люблю рыбалку». — Да, я люблю рыбалку. Я был в этот момент в Монте-Карло на другом мероприятии на вручении награды Golden Food и на выставке Sportel и занимался тем, что покупал права на всякие разные спортивные события, которые будут происходить в следующем году. — Ну, хорошо. Значит, мы тебе просто расскажем о том, что происходило, а ты дашь комментарии по сути вопроса. Сейчас поговорим о прошедшей конференции, о том, что на ней говорилось по больной для Руны. Это тема черного списка сайтов. — Реестр сайтов запрещенной в России информации, который вступит в силу 1 ноября, будет направлен на борьбу с зарубежными интернет-ресурсами. Об этом заявила директор департамента госполитики в области СМИ и Минкомсвязи Екатерина Ларина на форуме Russian Internet Week 2012. Представитель ведомства также добавила, что блокировка будет осуществляться на уровне операторов связи. — Речь идет о федеральном законе номер 139, согласно которому с 1 ноября будет действовать так называемый черный список сайтов. Дорировать список будет либо Роскомнадзор, либо какая-то общественная организация. Пока до конца так не ясно, какая. И при падании сайта в этот список ресурс блокируется в досудебном порядке. Именно досудебность является главной точкой дискуссии, я бы сказал. Роберт, вы как-то можете прокомментировать это заявление на Риве? И вообще, насколько вам кажется сегодняшнее положение вещей с черным списком здоровым и правильным для отрасли? — Значит, я думаю, что первое, у отрасли в целом была возможность неоднократно свои претензии по поводу этой ситуации высказать. И я, насколько знаю, из тех же разговоров на Риве, в принципе, есть некоторое удовлетворение по поводу диалога между ОТС и Минкомсвязь. Что касается заявления Лариной, то оно, насколько я помню, было немножко в новом форме. То есть она говорила о том, что, ну да, там и для зарубежных сайтов тоже. Что касается общественной организации или Роскомнадзора, то точно Роскомнадзор блокирует. Но при этом ему передает информацию, соответственно, скорее всего, это Лига безопасного интернета. Во всяком случае, как мне кажется, должна быть. И вроде как все договорились. Соответственно, я в этой процедуре не вижу ничего негативного, за исключением того, что мог быть заблокированный сайт, который не размещает у себя информацию, соответственно, подпадающую под запрет. И что это может быть использовано в нечестной конкурентной борьбе. Более того, я думаю, что есть также проблемы с тем, как это будет все происходить, организованно. Я думаю, что... Главные претензии, Роберт, как вы знаете, несомненно, это то, что... Главные претензии противников подобного рода черного списка, это в том, что, во-первых, это может использоваться, как вы правильно сказали, в конкурентной борьбе. Во-вторых, нечестной конкурентной борьбе. Во-вторых, это может использоваться как инструмент давления власти на те или иные коммерческие структуры. Ну, это, мне кажется, мало вероятным. Все-таки тот контент, о котором идет речь, он, в общем-то, аполитичен и имеет отношение больше к тому, что действительно запрещено законом. Я имею в виду разного рода детскую порнографию, пропаганду наркотиков и прочее. То есть я не исполнен видеть там желание кого-то использовать это именно как политический инструмент и давить на пользователей, на компанию, на бизнес. То есть вы убеждены, что это будут использовать только люди с чистыми руками, и это никак не станет поступом давления на оппозиционные силы, например, по отношению к сегодняшней власти или на те или иные... Я думаю, что такой задачи ни у кого нет, и речь идет о совершенно другом. Что касается правоприменения, то совершенных систем не бывает, и, естественно, что будут некоторые сложности поначалу. Но я думаю, что постепенно, по мере того, как будет совершенствованность системы, эти вопросы будут все. Простой комментарий, Дмитрий, на этот счет. Дмитрий, ты как думаешь, насколько этот будущий список... Можно отъехать. Насколько этот список тебе, как предпринимателя, как руководителя проектов, нужен, не нужен, выглядит опасным для тебя, не опасным? Честно говоря, ну, я, видимо, это такой... У меня негатив сегодня с утра, в понедельник, утро. Я вообще, честно говоря, считаю это полным бредом вообще всю эту затею. Потому что закрыть все сайты порнографии, или как сейчас любят говорить, детской порнографии, потому что это, видимо, более ярко звучит и бьет по умам людей, не связанных с интернетом, не знающих, что такое интернет. Найти все сайты, которые распространяют порнографию, ну, это фактически нереально. Это невозможно. Все эти сайты перечислить там, потому что в любом случае, даже если какие-то сайты закрываются, значит, будут открываться новые. Представим себе, да, вот появился этот список этих сайтов, а кому-то порнографам очень хочется продолжать дальше зарабатывать на российском рынке, значит, они откроют новые сайты. На этих новых сайтах будет то же самое все открыто. Ну, в любом случае, даже не суть в этом. Если человек поставит себе задачу найти порнографию или найти какой-то либо сайт, который ему запретили, это можно сделать через анонимный прокси-сервер, разойдет спокойно, никто не увидит ни российский, ни Ростелеком, и никто даже не узнает об этом. Поэтому бороться с порнографией нужно исключительно через родителей детей путем установки разных родительских контролей, программ слежения за тем, что делает ребенок, как угодно. Их в интернете огромное количество, и популяризировать нужно непосредственно именно это, потому что просто что-то либо закрывать, но так можно и ВКонтакт тогда закрыть. Там тоже много всего нецензурного и не лицеприятного. Кстати говоря, Роберт, к вам вопрос, мы не смогли услышать ваше мнение на этот счет. ВКонтакт? Ага, к Роберту мы пока не услышим. Я прошу его попробовать подцепить снова на наш разговор. Тогда несколько слов о Твиттере. Напомню, что Твиттере Максим Спиридонов. Традиционно в время прямого эфира программы мы задаем вопросы, касающиеся, собственно, тем нашего обсуждения. Сейчас мы спросили в моем Твиттере, кто должен контролировать соблюдение законности в сети? Ну и ответы такие. В идеале государство при надсмотре за ним страны общества. Такая конструкция несколько гипотетическая. Думаю, стоит стремиться к этому. Такой еще ответ есть. Искусственный интеллект. Я на самом деле вообще не считаю, что контролировать законность сети кто-то должен. Есть коммерческие организации, между которыми должно выстраиваться определенное отношение. Если владелец ресурса, и частные лица, если владелец ресурса или конкретный какой-то человек ведет себя некорректно, то надо на него подавать в суд, и суд должен принимать решения на основании тех доказательств, которые у него будут. Ну что же значит говорить, что кто-то должен зачем-то все это следить, контролировать? Мы же не Китай все-таки, я надеюсь. Мы пока не Китай, да? Пока они еще не дошли до этого уровня. Но ее не очень не хотелось бы. Очень хотелось бы все-таки осознавать то, что в 90-х годах люди на баррикадах защищали демократию и свободу слова. Мы снова имеем на связи Роберта Шлягеля. Роберт, вопрос отчасти связанный с предыдущим, мы говорили о черном списке сайтов, а ВКонтакте, который в последнее время постоянно подвергается нападкам стороны правобладателей, стороны иных организаций, которые считают, что он имеет слишком большое количество нелегального и нелицензионного контента внутри, он подпадет под подобные регулирования? То есть он является опасным ресурсом? Я думаю, что не сразу, но безусловно. То есть по мере того, как будут формироваться, грубо говоря, правила и появляться инструменты, в том числе правовые, для того, чтобы бороться с противоправным контентом, то я не исключаю, что и вполне логично, что ВКонтакте под это подпадет. Вопрос только в том, соответственно, что я думаю, это не по тому закону, который мы обсуждаем, что произойдет. Я думаю, что это будут уже иные, другие... Хорошо, еще вопрос... А почему, Роберт, можно вопрос задать? Извините, пожалуйста, Дмитрий. Можно вопрос задать? А почему вы так считаете? Почему он не попадет? Вы считаете, что у ВКонтакте не распространяется в порнографии? Нет, я думаю, что мы говорим не о противоправном контенте, а о нарушении авторских прав. Если говорить о противоправном контенте... Мы говорим про черный список сайтов. Про черный список сайтов, где там... Я думаю, что да, у ВКонтакте есть большие шансы. Если говорить о порнографии, о наркотиках, там и прочее, прочее, то, конечно, да. Я думал, что вы говорите о давлении со стороны правообладателя. Нет, мне интересует исключительно детская порнография. И то, и другое. У нас осталось 30 секунд. В общем, одним словом, ВКонтакте, чувствую, времена ждут не очень веселые. В этом смысле, поскольку... У них есть все возможности эту ситуацию править. Я думаю, что они этим воспользуются. Хорошо, спасибо большое, Роберт. Шлегель был у нас на связи, депутат Госдумы. У нас осталось буквально несколько секунд для того, чтобы поставить некую финальную точку. Я благодарю моего сегодняшнего гостя в студии. Это был Дмитрий Сергеев. Напомню, что это управляющий директор проекта Чемпионат Ком и газета РУ. Спасибо, что пригласил. Спасибо тебе. Значит, напомню, что это был Ронет сегодня, 22 октября 2012 года. Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Всего доброго. Пока.